Нынешняя зима выдалась по-настоящему уральской и снежной. Без обильных осадков не проходит и недели. Как следствие, городским спецслужбам тяжело справляться с уборкой дорог. Особенно ощутимо это было в новогодние праздники. До сих пор жители то и дело жалуются в соцсетях на некачественную работу коммунальщиков, горы снега и кашу на тротуарах и проезжей части. А как оценивают ситуацию власти? Неделю снегопада не было. В принципе, дороги все вычислили достаточно качественно, расширили максимально и ширину дорог, занимаемся вывозом снега. Могли ли, скажем так, интенсивнее и быстрее убирать снег от снегопада? Наверное, да. Причина, почему не смогли это сделать, это кадровый дефицит. Казалось бы, есть спецтехника. Сейчас на балансе спецавтохозяйства 49 единиц снегоуборочных машин. Две из них закупили в прошлом году. Но работать на них просто некому. На сегодняшний день в организации не хватает практически 90 сотрудников. Как заявил глава Березняков, проблему решают. Например, уже повысили уровень зарплат. При обсуждении депутаты уделили особое внимание вопросам уборки частного сектора и отдаленных территорий Березняковского округа. Но вот, допустим, ряд отдаленных территорий, такие как Держинец, солнечный, то есть чем они дальше, тем там проблем больше. Все-таки вот хочу обратить внимание, там большое количество жалоб. По общему правилу, в отдаленных территориях убирать снег должны с промежутком в 3-5 дней. Несвоевременная очистка дорог может привести к ухудшению дорожного полотна в летнее время. Так, например, и происходит в поселке Держинец. Хуже ситуация, пожалуй, только на придомовых территориях. Но это уже, напомню, в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Придомовые территории тоже, к сожалению, сегодня не в системе убираются. Это однозначно. Качество тоже желает лучшего. Снег там не вывозят, несмотря ни на какие-то меры, которые были предоставлены, и возможности там принимал бесплатный полигон. Мы регулярно выходим с обследованием территорий, реагируем на сигналы, которые поступают от жителей. То есть выдаем предписания. Как правило, процентов на 99 эти предписания исполняются. Народные избранники продолжают держать тему на контроле, а также предлагают администрации города наладить контакт с промышленными предприятиями. И в период обильных снегопадов обращаться к ним за помощью. Обсудили на заседании Думы транспортный вопрос. Депутаты вновь обратили внимание властей на работу транспорта по маршруту в строящийся микрорайон Любимов. С начала года жители практически ежедневно жалуются на опаздывающий или вовсе не пришедший автобус. Вопрос по транспорту, он злободневный. По микрорайону Сольскому, то есть Любимову. Здесь были постоянно вопросы от жителей и на встречах, и письменно обращались в администрацию. Но данный вопрос нужно прорабатывать постоянно, то есть его нужно мониторить. Если есть проблемы, соответственно, к ним нужно приступать, их нужно решать. Транспорт в Любимове администрация контролирует ежедневно, но и в МУП водоканал, как выяснилось, также не хватает водителей. У нас проблема с резервом, то есть выводить людей, резервных водителей, ну не всегда получается, поскольку мы наблюдаем такие кадровые проблемы. Также актуальным остается вопрос транспортной доступности в частный сектор и Усольский район. Тройка, четверка, это когда буквально 30 декабря, перед самыми новогодними праздниками, эти два маршрута, которые, в общем-то, связывают Чкалово, Зырянку, Нартовка, они резко, ну расписание на этих маршрутах было резко изменено. А 30-го сразу масса, естественно, звонков, обращений, в связи с чем. Ну, надо понимать, что в новогодние праздники тоже жители работают, кто по сменному. Ну, в связи с этим, да, мы провели дополнительные переговоры, расписание, собственно говоря, было возвращено практически в прежний формат. У меня огромная просьба, все-таки, ну, если такие решения принимаются, как-то вот заранее все-таки информировать жителей. Но надо отметить, администрация быстро отреагировала в данном случае, и просьбы жителей были услышаны. Общими усилиями маршруты по расписанию возобновили. Депутаты отметили и то, что необходимо предусмотреть систему льгот для пенсионеров и студентов техникумов, которые ежедневно добираются из Усольского района. Елена Джан, Елена Катаева, Никита Игнатьев. Наши новости.